Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Доброе утро. Новую центрально-азиатскую торговую повестку представят на предстоящем эстонинском экономическом форуме. Эксперты обсудят, каким образом можно расширить торговлю в регионе, учитывая интересы инвесторов. На какие вызовы предстоит для этого ответить, также спикеры попытаются найти ответ на вопрос, что именно может стать катализатором для стимулирования бизнеса в Центральной Азии. Среди гостей будут вице-президент Азиатского банка развития Винчай Жанг, региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Иллия Бурунчук и другие. Тема, которую я затронул в своем выступлении на АЭФ, очень тесно связана с главными темами форума. В частности, я расскажу о том, как могут помочь Казахстану справиться с современными экономическими вызовами суд Международного финансового центра Астаны и арбитражный центр. Мы специализируемся на разрешении коммерческих споров. Правовая система, по которой мы работаем, основывается на английском праве. Я думаю, именно это станет ключевым преимуществом для привлечения иностранных инвестиций в Казахстан. Своё участие в сессии «Мир единой экономики» подтвердили такие бизнес-гуру, как президент Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка Дзинь Литсюнь и директор Всемирного института Макинси в Азии Джонатан Водсселя. Дзинь Литсюнь – выпускник Пекинского университета зарубежных исследований. Ранее он занимал должность вице-президента Азиатского банка развития и отвечал за программы для Южной, Центральной и Западной Азии и операции частного сектора. Второй спикер Джонатан Водсселя координирует и развивает проекты Макинси с городскими, региональными и национальными органами власти более чем в 40 регионах мира. Реализован свыше 60 проектов, связанных с экономическим развитием и проведением экономических преобразований для различных регионов Китая. По данным ООН, к 2030 году городское население в мире увеличится на 60%, а урбанизация станет одной из основных тенденций развития государства. Именно город будет формировать экономический рост государства. Этой теме посвящена одна из панельных дискуссий Астанинского экономического форума «Мир городов». Об этом в программе интервью рассказал заместитель руководителя Центра урбанистики Астаны Асхат Садуов. По его словам, Астана может войти в число самых продвинутых городов мира. Чтобы достичь этой цели, необходимо развивать такие отрасли, как новаторское предпринимательство, розничная торговля и спорт. Также он призвал обратить внимание на условия для столичных пешеходов. Автомобилисты очень будут недовольны тому, что мы будем делать какие-то пешеходные интервенции. Но если мы хотим стать глобальным городом, если мы хотим привлекать туристов, если мы хотим современную городскую удобную среду, нам необходимо, просто жизненно важно, создавать условия для пешеходов. И эти пешеходные сети должны быть непрерывными во всем городе. Мы предложили создать, активировать пустые пространства, работать с остановками, пешеходная инфраструктура. В Карагандинской области на 6 лет осудили чиновницу за хищение бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство инженерно-коммуникационной системы в Каркаролинске. Однако, экс-руководительница районного отдела ЖКХ и ее гражданский супруг разработали целую комбинацию по их уводу. Супруги привлекли несколько подконтрольных предприятий для участия в тендере и перечислили на их счета бюджетные деньги. В результате осужденная опустошила государственную казну на 53 миллиона тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненным лишением права занимать административно-хозяйственные должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовной исполнительной системы. Один человек погиб, еще двое находятся в критическом состоянии после атаки на мечети в Южноафриканской республике. Трое мужчин, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, ворвались в храм возле города Дурбан на востоке страны. Они перерезали горло трем, находившимся внутри людям, после чего подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Нападение, по версии следователей, совершили граждане Египта. Однако, мотивы их действия пока не установлены. В самой индустриализованной стране Африканского континента проживает большое количество экспатов. Сюда приезжают миллионы туристов со всего мира. Нападение экстремистов здесь происходит чрезвычайно редко. В Ираке начались парламентские выборы. Военные полиции и сотрудники правоохранительных служб первыми приступили к голосованию накануне. Для остального населения избирательные участки откроются уже через несколько часов. В голосовании приняли участие более 900 тысяч представителей полиции. Всего в электоральном процессе должны будут проголосовать около 24 миллионов человек. Напомню, это первые выборы после победы над ИГИЛ в декабре прошлого года. В них участвует около 7 тысяч кандидатов, претендующих на право заседать в Иракском парламенте. Законодательный орган рассчитан на 328 мест. Для военных и полицейских отведен специальный день для голосования. Они не смогут покинуть свои посты в тот день, когда будут голосовать все остальные. Именно поэтому приняли такое решение. Трудовые мигранты из Кыргызстана все меньше интересуются получением российского гражданства. После вступления в Евразийский экономический союз условия работы и нахождения на территории России упростились, потому и острой необходимости. В российском паспорте уже нет, считают в службе миграции к Кыргызстанам. Все подробности у нашего субкора Бахата Чермашева. По статистике Российская Федерация по-прежнему самая привлекательная сторона для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Официальные данные остаются неизменными уже много лет. В России на заработках находится почти 800 тысяч кыргызстанцев. И чтобы иметь больше возможностей для поиска работы, многие из них стремились стать гражданами Российской Федерации. И зарплата выше, и проблем с легализацией меньше. После того, как Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, рынок труда стал единым и в государственной службе миграции отмечает снижение интереса к российскому гражданству. Только те, кто на постоянное место жительства переезжают, связывают свою дальнейшую судьбу с Россией, они продолжают получать гражданство. По другим категориям мы видим, что идет снижение, потому что сам режим пребывания, законные условия пребывания, они изменились в сторону упрощения. Между тем, упрощение условий нахождения на территории Российской Федерации решает только часть проблем трудовых переселенцев. По-прежнему актуален вопрос легализации трудоустройства. Не все кыргызстанцы работают в России на законных основаниях. В одном случае по незнанию, в другом умышленно, чтобы избежать официальных налоговых отчислений. И в этом случае защитить социальные права таких мигрантов сложнее всего. Разъяснять эти вопросы – задача кыргызских чиновников. И нам надо этот вопрос качественно улучшить. Не просто так считать, что взял, поехал, работает, деньги сюда переседает, а именно сделать ее как одним из направлений, приоритетных направлений работы правительства, работы руководства, работы государства, потому что за счет именно наших граждан, которые работают за пределами Кыргызстана, где-то держится половина, а может быть даже 60-70% всей нашей экономики. Речь о сумме почти в 2,5 миллиарда долларов. Именно столько было перечислено трудовыми мигрантами в Кыргызстан из России в прошлом году. Без малого это треть ВВП республики. Учитывая упрощение условий нахождения трудовых переселенцев на территории стран-участниц ЕАЭС, есть перспектива, что эта сумма может вырасти. Трудовая миграция – процесс для Кыргызстана актуальный, но очевидно, что Евразийский экономический союз эту ситуацию изменил, причем в лучшую сторону. Теперь для того, чтобы трудоустроиться на евразийском пространстве, не обязательно менять гражданство. Достаточно иметь квалификацию, и работа найдется. Причем желательно, чтобы она была легальная. Единое общенациональное родительское собрание пройдет в Казахстане 15 мая. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр образования и науки Ирланд Сагадеев. Глава ведомства также рассказала о новшествах при проведении единого национального тестирования. Марала Манжолова выяснила, как будут сдавать ЕНТ в этом году. Глава МОН призвала работодателей отпустить пораньше своих сотрудников 15 мая. В этот день состоится общенациональное родительское собрание – второе в истории страны. В прошлом году на нем присутствовали и родители 80% школьников. В этом году мы хотим его как минимум повторить. Просим от лица министерства всех работодателей, включая государственные органы, родителей в этот день, 15 мая, отпустить пораньше, чтобы они пошли в школу, посещали родительские собрания и погрузились, так сказать, в жизнь школы, в которую ходят их дети. Коснулся министр и вопроса о ЕНТ. В этом году впервые сдать тестирование можно и на английском языке. Число первопроходцев выросло до 250 человек. Выпускникам разрешат пользоваться переводом. Им будут представлены аналогичные сборники вопросов на русском и казахском языках. Вопросы те же самые, никаких преимуществ это не дает. В общем-то, это по желанию самих учащихся. В целом формат сдачи ЕНТ остается прежним. Единственное, наверное, то, что поменялось, большое количество вопросов. В прошлом году мы поменяли 25% вопросов, в этом году еще 25%. Сообщил министр и о планах по вводу новых студдомов. Пообещав сделать это досрочно, уже летом начнутся строительные работы. По данным экспертов, почти половина студентов страны нуждаются в жилье. Пока в ведомство поступило около 65 тысяч заявок от университетов страны. Марала Манжолова, Асхат Каракайши, Ферлан Орусбаев, Астана, Хабар, 24. На Лазорном берегу во Франции прошел вечер казахской культуры. Лучшие отечественные фильмы в рамках реализации программы «Рухани Жангру» представлены на 71-м Каннском международном кинофестивале. Все мероприятия приурочены к празднованию 20-летия Астаны и Казахского университета искусств и организованы при содействии Министерства культуры и спорта Казахстана и Французской казахстанской торгово-промышленной палаты. На вечере побывала и наш собственный корреспондент Жанат Эрнст. Казахский вечер в Каннах проходит в самом известном и престижном отеле этого города, где останавливаются все основные звезды Международного кинофестиваля. На концерте выступают народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева, известный казахстанский исполнитель Димаш Кудаберген, Государственный оркестр Академии солистов и многие другие наши прославленные исполнители-музыканты. Прекрасная музыка в исполнении знаменитой на весь мир казахстанской скрипачки – бурные овации зрителей. А от выступления молодого, но уже популярного во всем мире казахстанского певца, французы, в числе которых и постоянные фанаты его таланта пришли в восторг. Я стараюсь расти год от года и достигать новых успехов. В моих планах покорить и более высокие вершины песенного творчества. Пусть новых высот достигает и наше казахское кино, наша культура и искусство. Если мы, молодежь, пойдем по пути, проторенному такими известными людьми искусство, как Айман Мусухаджаева и наш Асан Алиага, то я надеюсь, что в будущем мы достигнем таких же исторических успехов, как премия Грэмми, например. Поэтому мой девиз – только вперед! Пусть казахстанцы достигают самых высоких вершин во всем! Замечательно, уникально совершенно. Я его слышал в прошлом году уже, тут же, в Канах. Он все так же уникально поет, и замечательный голос, и замечательный перформер. Димаш, мы его поддерживаем, действительно, он более и более уверен, и голос у него уже постоянный, он смелый, он очень интеллигентный, он обладает такой коренной культурой. Президент Международного кинофестиваля Евразия, народная артистка Казахстана Айман Мусухаджаева в своем выступлении на вечере казахской культуры в Канах рассказала, что форум открывает возможность для встречи переговоров по продвижению фильмов, проектов и услуг кинокомиссии, а также о том, что сегодня национальное кино активно развивается при поддержке государства. Министерством культуры и спорта совместно с кинематографическим сообществом был разработан проект закона о кинематографии. Для развития нашего казахстанского кино в стране ведется большая работа, проводятся крупные мероприятия. В программах этого престижного Каннского фестиваля участвуют два наших фильма. Один из них в особом взгляде. Второй – в еще одной программе кинофорума. Мы надеемся на их успех. Все это – большие шаги в развитии казахстанской киноиндустрии. Второй год подряд Казахстан заявлен на престижном Каннском кинофестивале как кинопроизводящая страна с перспективами международного сотрудничества и партнерства в киноиндустрии. Благодаря этому «Казахфильм» и японская кинокомпания «Токио Нью Синема» начинают совместный кинопроект с рабочим названием «Канокрады». В разработке также кинопроект «Композитор» с китайскими коллегами. В прошлом году, когда мы представляли проект в рамках нашего павильона, мы встретились с большим японским продюсером Содзой Чияма и также режиссером Лизой Такеба. Мы начали рассказывать, им очень понравилась идея режиссера Ерлана Нурмухамбетова. И с тех пор, я думаю, что мы хорошо продвинулись, потому что мы подписали меморандум о сотрудничестве с компанией «Казахфильм» и «Токио Нью Синема». И надеюсь, что в этом году мы приступим к съемкам. Трейлер фильма «Аруах» режиссера Хуата Ахметова с участием легендарного артиста Асаналия Шимова, а также презентации других казахстанских картин «Амре» Джефа Веспа с участием Санжара Мадиева, киномеханики Ермека Турсунова, «Талант» Булата Колымбетова и другие киноработы вызвали большой интерес у зрителей и гостей 71-го Каннского кинофестиваля. Национальный павильон Казахстана продолжит свою работу до 19 мая, официального закрытия престижного кинофорума. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова